Актуальная тема Мы работаем по региональной программе ремонта общего имущества у квартирных домов Республики Бурятия, которая в виде исполнительного документа нам представляется краткосрочным планом ремонта общего имущества у квартирных домов Республики Бурятия. Этот краткосрочный план организован на три года. Период исполнения этого плана выстроен следующим образом. Первый год, допустим, три года есть в нем. Первый год в нем производного проектирования. Второй год строительной монтажной работы. Заходим во второй год. Точно так же получается. Начинается со следующего года строительной монтажной работы и при этом идет параллельное проектирование на следующий год. И вот так все три года идет по цепочке. Я думаю, ни для кого не секрет, что в платежных документах есть строчка капитальный ремонт. Куда эти деньги идут и на что они идут? То есть они идут только на ремонт нашего дома. Я живу в многоквартирном доме и постоянно плачу в фонд капитального ремонта. Или они некий общий котел. Как устроена эта схема? Схема устроена, как вы отметили, в виде общего котла. Но при этом вопрос такой неоднократно задается. Он возникает в головах у многих собственников жилья, правоохранительных органов. Эти деньги не имеет права никто трогать ни на что, кроме организации капитального ремонта. Общего имущества в квартире на домах. Ни на что. Ни на содержание фонда. Ни на что бы то ни было. Только на организацию ремонта. И все это идет в общий котел. Там аккумулируется. И из этого потом оплачивается строительная монтажная работа и проектирование. Ну, такое важное замечание. А на что тогда фонд живет? Фонд живет на бюджетную субсидию. То есть раз в год выделяется бюджетная субсидия правительством Республики Бурятия на содержание фонда. На аминозативно-хозяйственную надобность. Хорошо. Вы собрали деньги. Как происходит распределение? Кому, сколько денег, на какой дом? Как это все происходит? Ну, не совсем так. Кому, на какое, сколько, на какой дом? Есть краткосрочный план, про который я уже упоминал. В нем четко прописаны виды работ по годам, которые обязан выполнить фонд. То есть мы действуем в рамках исключительно этого документа. Не имеем права какие-то свои хотелки. Допустим, мы хотим отремонтировать другой дом, хотим на большую сумму. Там все четко оговорено. И мы по этому лекалу работаем. А вот как, кстати, происходит, если вдруг вы заходите на какой-то объект? И такое, в принципе, уже было у нас в городе, что вы зашли на объект. Это был капитальный ремонт крыши. Строители сняли крышу, увидели, что там одним ремонтом в рамках документа не обойтись. Как в этом случае поступают? Не совсем понял вопрос. То есть вы имеете в виду, что обнаружили какие-то дополнительные работы или обнаружили аварийность какая-то? Мы по разным путям пойдем. Допустим, обнаружили дополнительные работы. Ну вот было такое на Гармаево 55, допустим, что сняли крышу и обнаружили там сгнившие перекрытия еще. Это входит в... Нет, это уже реконструкция. Ремонт перекрытий ни в коем образу не входит. Потому что перекрытия не входят в общее имущество на квартирных домах. То есть тут уже фонд не имеет права использовать деньги собственников жилья на этот вид ремонта. У нас есть четко определенный перечень видов работ, которые выполняются фондом. Он определен жилищным кодексом, определенным субъектовым нашим документом по ставлению правительства Республики Бурятия. В котором прямо прописаны по видам работы, прямо детально прописано, что мы имеем право делать. Хорошо. Какие это виды работы? Ну, я не буду печатать. Это очень долго. Начиная все от ремонта, перекрытия, крыша, там как бы все, что относится к этому виду, скажем, крупному виду работ, все по мелочи. Все расписано. Что туда входит? А вообще в целом фонд капитального ремонта, каким видом ремонта занимается? То есть крыша... Ну, сейчас мы видим, что в основном в городе, по крайней мере, делают крыши. Ну, это то, что у всех на виду. Снимают крыши, перестилают покрытие. Что еще делает фонд капитального ремонта или что будет делать? Ну, сейчас не только крыша в работе. Да, я согласен, что их больше заметно пока в процентном отношении. Но тут опять-таки мы ограничены, скажем так, тот же краткосрочный план. Что в нем спланировано, то мы и делаем. Кроме крыш, спланировано вообще в региональной программе, в краткосрочных планах. Ремонт электрооборудования, инженерных сетей, ремонт фасадов, подвалов. То есть, в общем-то, все необходимые виды работ капитального ремонта спланированы в региональной программе. Хорошо, а почему тогда замена перекрытия не входит в капитальный ремонт? Ну, потому что это не капитальный ремонт, это реконструкция. Ну, а как тогда поступать в таких случаях, как с Гармаева 55? То есть, чем закончилось все? Закончилось все тем, что обвалилось. На самом деле, все это очень печально закончилось. Но это надо в рамках градостроительного кодекса действовать. Фонд капитального ремонта к реконструкции не имеет отношения. Поэтому я хотел бы то, что касается фонда, как-то больше освещать. Нет, ну, я вот и спрашиваю. То есть, фонд капитального ремонта, да, зашел с капитальным ремонтом на дом. Обнаружил, что там гораздо больше работ, чем по вашему документу, допустим. Вы кого-то привлекаете или оставляете все, как было? То есть, мы застелили новую крышу и все, а дальше уже? Гораздо больше работ. Там, получается, были признаки аварийности. То есть, в общем-то, если есть признаки аварийности, мы уведомляем об этом орган местного самоправления, который обязан провести экспертизу. Если дом аварийный, то он просто-напросто исключается из программы. Таков механизм. А кто им вернет назад крышу, условно говоря? Ну, это все должно быть, видите, понимается. Мы зашли с вами на очень такую скользкую почву. Вот, к сожалению, с советских времен состоянием жилищного фонда никто не занимался вплотную. То есть, необходимо управляющие, это вменено в обязанность управляющих организаций, проверка состояния жилого фонда. Но на это деньги необходимы большие и все прочее, прочее, прочее. И поэтому никто не занимается. С недавнего времени в Брятти заработало постановление правительства, которое регламентирует эту деятельность. И сейчас муниципальное образование обязано проводить эту проверку состояния жилищного фонда. А длительный период это вообще не проводилось. И, скажем так, вот сейчас у нас есть проблема с аварийностью, исходя из-за этого. И должно быть как? Мы не должны заходить на аварийный дом вообще. То есть, мы проводим только капитальный ремонт. Имеем право проводить ремонт здания, если оно имеет износ, менее 70%. Если имеется более 70%, мы не имеем права проводить ремонт этого дома. И на стадии подготовки к ремонту, в общем-то, должно было четко. Мы просматриваем документы, которые выставляются муниципальными образованиями, управляющими компаниями. Если дом не имеет признаков аварийности, или в ходе проектирования если мы обнаружим признаки аварийности, мы уведомляем им это муниципальное образование. И в дальнейшем, если не подтверждается, то заходим в ремонт. Я почему спрашиваю, как поступать в тех или иных случаях? Потому что собственнику ему все равно. Он видит, что начался ремонт, что ремонт остановился. И ему надо как-то объяснить о том, что, ребят, мы должны ремонтировать только крышу, но у вас здесь еще и перекрытия гнилые. А перекрытие это уже не входит. Любой собственник за то, чтобы его дом был отремонтирован. И вот по поводу того, что вы не беретесь за аварийные дома, если открыть план капитального ремонта, можно увидеть, что некоторые дома будут отремонтированы в 40-м году, в 45-м году. Не знаю, замена системы отопления или электропроводки. Что бывает, то есть это ваш план, ваш документ, по которому вы работаете. Что бывает, если сегодня этот дом, условно говоря, у него степень износа 65%, он не доходит до аварийного, а через 20 лет он уже будет аварийным. То есть он выпадает из этой программы? Да, конечно. Органы местного управления актируют состояние дома. Если он признан аварийным, признается, он исключается от программы. А как тогда быть жителем, которые все это время платили и сдавали деньги в фонд капитального ремонта? Ну, согласно жилищного кодекса, эти деньги и средства будут использованы на снос дома. То, что обязанность по сносу дома также остается за жителями. Это жилищное имущество. Сегодня есть уже такие дома, которые, скорее всего, точно пойдут под снос, то есть жители которых платили за снос своего дома? Есть. Какие это дома? Нет. Я адреса не буду указать. Четыре дома таких есть. Это в Ланде или в целом? По Бурятии. По Бурятии. В начале этого года вы говорили о том, что будет отремонтировано за 2018-2019 год 360 домов. Это на заседании Народного хурала прозвучало. Как вообще движется? Сколько домов стоит в программе? Стоит 184 дома. Вот я просто 360, это, наверное, имелось в виду, я же говорю, два года у нас, двухлетний программ. Да, 184 дома в этом году у нас планировано к ремонту по строительным монтажным работам. Что будет сделано? Это все замена крыши? Нет, это крыши, фасады, электропроводки, инженерные сети. Как бы районы подошли чуть по-другому к формированию краткосрочных своих планов. У них там больше все-таки комплексного ремонта, то есть по 5-6 видов работы, скажем так, более комплексный капитальный ремонт. То есть, по Ланде мы видим картину, что он спланирован везде по одному виду работы. Это кто должен был планировать? Ну, это планировали органы, местное управление планировали. Все это сводило, в общий свод сводил, министерство строительства сводило, и по постановлению правительства Республики Бурятия был документ опубликован. То есть, я правильно понимаю, что сейчас дом может быть отремонтирован, и через 10 вы на него еще раз зайдете с другим видом работы? Не только правильно понимать, абсолютно так и есть. К сожалению, сейчас спланировано так, что мы делаем один вид работы, через 3-4 года заходим, делаем вид второй, или через год третий, четвертый. Вот так мы к этому дому возвращаемся раз за разом. А почему нельзя поменять эту программу? Ну, потому что возможность изменения в программу очень технически сложно выполняется, потому что без решения собственников мы изменения в программу, которая в настоящий момент опубликована, не имеем права производить. Вот в этом основная сложность. Даже что касается 19-20 года, у нас есть серьезные опасения, но не то, что опасения. Там спланировано только в основном электрические сети, и нет комплексности работ. И хотелось бы, в общем-то, чтобы зайти на дом, один раз жителей потревожить и выполнить там больше, чем один вид работы. И поэтому мы были, фондом были направлены предложения по 182 домам, собственникам, в которых мы предлагали повысить комплексность. То есть не добавлять новые дома, а вот в тот дом, в который мы зайдем, сделать не только крышу, например, а делать еще инженерные сети, параллельно фасад, еще что-то. Таким вот образом предложили, собственникам направили. И, ну, к сожалению, в установленном порядке ответ поступил только по двум домам. А без собственников внести изменения в программу мы не имеем никакой возможности. — Собственники что должны сделать? То есть должно собраться общее собрание? — Общее собрание. И там есть у нас постановление в правительстве Республики Бурятия, 517-е. Поэтому постановление совместно с органами местного самоуправления необходимо провести комиссионно, установить необходимость проведения дополнительных видов капремонта и провести, заактировать сдвижку. И это потом направляется все в Минстрою. Минстрою проводит заседание комиссии, которая непосредственно отвечает за всю эту работу. И после этого вносит изменения уже в кратеросочный план. То есть очень такой довольно громоздкий механизм, к сожалению. — Давайте в нем подробнее разберемся. Мы как собственники многоквартирного дома хотим, чтобы у нас через два года мы видим в плане, что будут делать замену электропроводки. Мы хотим, чтобы вместе с электропроводкой поменяли еще какие-то другие инженерные сети, либо фасад обновили. Что нам надо поэтапно сделать? Нам надо в управляющую компанию обратиться, либо просто собрать советом дома собраться? Как инициировать? Или сначала вас уведомить о том, что мы хотим провести общее собрание, на котором мы будем решать. — Вся эта инициатива идет через органы местного самоуправления. В общем-то основное действующее звено — это органы местного самоуправления. То есть надо инициативу туда направить, провести заседание и потом совместно провести выезд комиссии. В комиссии участвуем уже и мы подключаемся к тому моменту. И потом это уходит с органов местного управления, уходит Министерство строительства, ЖКХ Республики Бурятия. — А есть возможность, это что касается объединения видов работы, чтобы разово сделать, а есть возможность двигать целиком дом? То есть если он стоит в плане… — Да, да. То есть это касается, я назвал просто повышение комплексности, а в целом если необходимость есть, дом, допустим, нуждается именно сейчас в капитальном ремонте, а забито там, этот вид работы забит, бог весь какой год, то есть такая же возможность его передвинуть, скажем так. — А механизм какой-то такой же? — Такой же, один в один, это получается, он как раз вот для этого и создан этот механизм. — Через какое время после введения в эксплуатацию дом попадает в ваше поле зрения? То есть вы же начинаете капитальный ремонт, дом построился, его сразу вносят в программу на 50-й год. Есть же определенный срок наверняка какой-то. — Через 5 лет. — То есть через 5 новостройки попадают через 5 лет. Все эти 5 лет от введения в эксплуатацию и в течение 5 лет жители, собственники, они обязаны платить в фонд капитального ремонта? — Ну пока они не попали в программу, они не платят никто. — То есть у них такой строки вообще? — Появляется обязанность только когда появляется в программе, и то не сразу, а через определенный период. — Их как об этом уведомляют? То есть у них появляется новая строчка? — Конечно, конечно. На ней появится, будет опубликован актуализированный краткосрочный план, в котором появятся уже эти дома, и пойдут квитанции. — Насколько вообще дома, которые были 5-6 лет назад построены, они качественные? Или вы таких исследований еще не делаете? — Ну вот есть дома, которые были построены условно в 70-х, они до сих пор стоят бодрячком держатся. Дома, которые там построены 10-5 лет назад, потому что говорят, что сейчас качество строительства снижается. — Вот тут на самом деле все очень сильно зависит от субъективного фактора. То есть одни дома, которые построены, как вы говорите, в 90-х годах, они стоят бодрячком, а есть дома, которые построены чуть позже, и они уже не стоят бодрячком. То есть есть примеры, когда приходилось заходить на дома, которые построены позже. То есть из-за некачественного строительства там происходило постоянное подмокание и из-за этого там кровли все сгнили там и прочее 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 то есть тут зависит все вот именно от мастерства на исполнителя как как и везде в общем то то есть и такие общего нету такой общей тенденции что такого года ну единственно что в советские времена мы все это знаем что как бы все это относилось к строительству к этому пожестче то есть и дома которые построены гораздо позже они первыми идут в капитальный ремонт нет такого правила нету тут же получается налагается много факторов вот я назвал один только это получается качество строительства но кроме этого еще содержание дома за то что отвечают управляющие организации что собирают деньги они обязаны проводить текущий ремонт именно который не позволяет выходе выход преждевременной дома и строя а как они проводят в этот другой вопрос вот кстати насколько управляющие компании относятся ответственно к своей работе вы задаете вопрос получается чем они интересны то что управляющие компании как люди они же все разные есть очень добросовестность которым приятно работать которые не дают нам спокойно спокойно жить скажем так но при этом я четко понимаю что они следят за интересами собственников они добавляют какие-то свои пожелания к проектным документациям и все прочее а есть такие которые инертно относятся к которым поливают только деньги собирают это все индивидуально но вы делаете им какое-то после того как провели капитальный ремонт наставление или рекомендации потому как содержать я не думаю что я правомочен делать им какие-то наставления в общем-то в качестве общей беседы да они это все слышат видят указать на то что ребят вам надо бы следить за своей крышей или вам надо за фасадами следить есть более приставлены федеральные которые регламентируют их обязанности в общем то есть органы которые контролируют соблюдением этих обязанностей поэтому тут я не правомочен сколько сейчас вообще домов в вашей программе 4156 домов это в целом по бурятии в целом по бурятии но я так понимаю что большая часть она все равно в ланды находится 2600 домов в ланды то есть получается порядка 60 процентов от ланды в районах бурятии как проходит ремонт то есть насколько там дома нуждаются больше или меньше наоборот в ремонте есть у нас районы которые такие горячие точки если не отремонтировать там ситуация складывается наверное не потому что они в районах а потому что вот именно какие-то дома там в основном двухэтажные деревянные здания которые были построены давным-давно и поэтому ну и в лану да и таких домов достаточно количества и которые точно также нуждаются в ремонте поэтому правило не того что они в районе из того что они более ранних годов постройки как бы также связано с тем что там с управляющей компанией у некоторых районах гораздо хуже дома на непосредственном управлении то есть никто там не обслуживает их в общем то из-за этого там происходит преждевременный выход из строя жилого фонда это износ более повышенной и последний вопрос сейчас то есть когда фонд только создавался была возможность либо в общий котел так называемый до плате деньги либо создавать на своем доме спецсчет сейчас как с этим ситуация обстоит то есть также два варианта также два варианта но в основном находятся все на наших счетах получается это у нас 3954 дома находится в общем котле а 202 на спецсчетах что выгоднее для собственников ну выгоднее для собственников активные собственники те которые собирают денежные средства те которые болеют за свой дом они уходят на спецсчета чем это выгоднее тем что у них они решение принимают чуть проще скажем то или непосредственно сами себе руководят процессом я бы так это назвал вот чем это хуже то что все таки в региональном котле есть возможность занимать деньги у других собственников жилья республики бурятия то есть мы по району формируем условно говоря котлы и из этих районов идет финансирование сегодня сделали этот дом а потом этот дом отдает долг соседним домам скажем так грубо вот а при спеште такого возможности нету то есть сейчас в среднем где-то пятиэтажки настоящий момент накопил если порядка миллиона где то так вот в среднем я беру не беру не беру соврем spoken собираемости в среднем по бурятии то есть миллиона ну не достаточно даже на ремонт крыши пятиэтажки там надо порядка 3-4 миллионов не говоря про лифты еще более дорогостоящий ремонт то есть миллион на это но хватит в лучшем случае там замена электропроводке Это, получается, они накопили где-то за 3-4 года, да? Да. Правильно я понимаю? Но если пятиэтажка стоит в плане ремонта через 10, через 15 лет, в принципе, они должны успеть накопить. Ну, они не должны успеть, они накопят, потому что, исходя из этого, все просчитывалось же. Исходя из собираемости 100%, это все разбивались виды работы и просчитывалось на 30 лет, чтобы будут получать эти работы в течение 30 лет. А если вдруг не накопят, что будут делать? Почему не накопят? Каким образом? Ну, допустим, низкая собираемость, да, не все же платят. И получится так, что не накопят. Да, на самом деле есть такой проблемный вопрос, как низкая собираемость. То есть она из года в год растет. Начинали мы с 60%, потом вышли на 75% в 2016 году, на 83% в 2017 году. И в настоящий момент у нас 84,2% собираемости. И у нас, получается, исходя из того, что такое уровень собираемости, то есть есть люди, которые не платили сначала существование программы, скажем так, и накапливается дебюторская задорность. Сейчас она порядка 470 миллионов. Это большая, огромная сумма. Ведется по ней работа юридическая. Вот сразу что хотел бы сказать. Что при таком... Люди, накапливая задолженность, ничем не выигрывают. Потому что там идет пение, идут судебные издержки. И оплатить придется все равно всем. Никто не сомневается, что судебная система у нас догонит итогом и придется заплатить. А судебные разбирательства, они даже при случае спецсчета? Нет. Спецсчет там чуть другая система. Там контролируют ГЖИ. Мы работаем только с теми счетами, которые находятся у нас в котловом. С теми деньгами, которые находятся в котле, в общем. А вот, кстати, те, кто собирает на спецсчет, они имеют право как-то более мобильно двигать свой дом в этой программе? Ну, так же принимают решение. Потому что программа не так же обязательно. Таким же образом, это 517-е постановление. То есть они не могут из того, что на спецсчете взять и сказать, мы хотим сделать вот это или хотим сделать то. Проблема, кстати, со спецсчетами чуть другая. Западные фонды, скажем так, чуть раньше у них больше спецсчетов и столкнулись с этой проблемой уже вплотную. То есть управляющие компании, которые ведают этими спецсчетами, вместо того, чтобы проводить капитальный ремонт на эти деньги, они проводят работы текущего ремонта. Им это выгодно, удобно. То есть то, что они и так на эти деньги собирают, скажем так, параллельно на содержание, то, что идет в компании, никого не секрет, что это идет на выполнение работы текущего ремонта. И они при этом просто берут и заполняют капремонт, допустим, подъездов записывают. Хотя такого вида работы нету нигде, это получается. И все проще, проще, как бы это текущий ремонт. И при этом деньги они все израсходуют. Потом приходят и говорят в фонд капремонта, давайте-ка сделайте нам ремонт, уже капитальный, когда подходит год. И что в этом случае делать? Ну, страдают собственники, у них денег нет на капремонт. Они как-то на свою управляющую компанию в суд могут подать? Да, разбираться надо со своей управляющей компанией. Спасибо большое за беседу. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, что в гостях у нас был исполняющий обязанности генерального директора фонда капитального ремонта. И мы говорили о том, как, собственно говоря, проводится капитальный ремонт в республике Бурятия. Редактор субтитров А.Семкин